Всем привет, ребята! Доброго дня! Время у нас уже почти 12. Я сегодня встала, немножечко там попостила кое-какую информацию в ленте по поводу помощи людям из Херсона, животным из Херсона, что куда можно отправлять. Кому интересно, можете зайти в инстаграм, в ленте все есть посты, вся информация. Затем я пошла там, поубирала около забора, потому что там уже и кустики у нас подросли. В общем, все подстригла, повырывала траву, здесь покосила, там где заезжаем триммером, чтобы скошенная травка была чистенько, все аккуратненько было. Я подмела охотник. В общем, пошла, приняла душ. Барсюша тоже немножечко помылся. Там у Барсика что-то ушко болит. Мы приехали, он ушко прижимал. Я ему посмотрела ушки, они грязные. Почистила. Почистила ухо, он постоянно трусит головой. Но дело в том, что там вот эта жидкость, которой мы чистим ушки, ее надо капать в уши. И потом с ушей должна вот эта вся серая вылазить сама. И нужно только вытирать. Вот видите, он как головой крутит. Вот это всю ночь он так крутил головой, сейчас крутит. Мне его так жалко. Вот это ушко у него болит. Он не хочет, чтобы я его трогала за это ушко. Ну, посмотрим, понаблюдаем, что сегодня будет. Если что, то, может, я не знаю, ветеринар уехать. Но так, смотрю, все нормально. Как бы там ни клеща, ничего нет. Так, что там дальше говорила. В общем, сейчас жарко. Я приняла душ. Барсик тоже немножко так намочила его. А то ему жарко, и он так тяжело дышал. Да, Барсюш? Ты уже весь высох. Я так слегка просто руку намочила его. Как говорится, протерла водичкой. Чтоб душно не было жарко. Потому что у него шерсть такая взбитая. Уже отросла так сильно. Не знаю, может, в следующем месяце поедем его подстрижем еще раз. Потому что, ну, ему очень жарко. Он даже не хочет ни бегать, ни играть. Хотела поехать на озеро. Но потом подумала, не, не поеду во второй половине дня. Как-то не хочется уже ехать по жарюке. Милаш точно не поедет, не согласится. А я, если поеду, то смысл мне ехать там на несколько часов. Если ехать, то лучше с утра, где-то с восьми утра поехать. Не спала, не выспавшаяся. Ну, как я спала, но постоянно вдумаешь о том, что происходит в Херсоне. О животных, о людях. В общем, не могу я в себя прийти вообще никак. Состояние такое подавленное, мрачное. Но, тем не менее, все равно нужно жить, нужно двигаться, нужно работать. И, имея возможность жить и наслаждаться жизнью, нужно это делать. Вот. У меня тут что-то повылазило над верхней губой. Это не совсем похоже на герпес. Это похоже, знаете, как вот потницы, такие как водянки. Все болит. Ой, ну это может быть из-за солнышка, плюс еще грязными руками можно затронулось. Ну, короче, такое. В общем, Милаш кушает журик. Ему жарко, он сидит дома. А я буду кушать, что я буду кушать? Очень вкусную еду. Смотрите, у меня тут креветочки. Я их отварила. Они у меня, у укропа не было, у меня петрушка. И они у меня с петрушкой варились. С лавровым листом. Сейчас с лимончиком сяду, как наемся, как отведу душу. Ну, боже, какая красота. Да еще и пиво у меня холодненькое какое-то, не знаю. Купила Милослав называется. Надеюсь, будет вкусное. Никогда такое не пила пиво. Попробуем. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Сейчас включу какое-нибудь видео. Буду тут сидеть на улице, кушать креветки, пить пиво. Оно, кстати, безалкогольное. Алкогольного пива вообще мне не хочется по такой жаре. Потому что у меня сразу вырубит, и голова будет болеть. А у меня, кстати, голова и так и без этого болит. Бонечка, ты наконец-то вышел? Спал там на втором этаже. Так что так? Да? Ты будешь креветки со мной есть? Будешь. Ты, наверное, на запах и пришел, да? Скорее всего, так и было. Ладушки, ребята, всем приятного аппетита и хорошего дня. Всем привет, ребятушки, доброго дня. У нас сегодня уже суббота. Я вчера так ничего больше и не снимала. Поела креветки, попила пиво. Кстати, пиво, хоть и было написано, что оно безалкогольное, но оно имело 0,5% алкоголя. В общем, выпив это пиво, я почувствовала, что я какая-то слабая, что мне хочется спать. Ну, в общем, охмелела я. Хорошо, что никуда не нужно было ехать, и я со спокойной душой пошла немножечко полежать, ну, потому что жарко, и днем ты по такой жаре ничего не будешь делать во дворе. А дома, в принципе, это все сделала уже ранее. Поэтому я вчера пошла, как лягла, как уснула, потом проснулась, опять в телефоне, опять читала всю информацию за Херсон, за собачек, за помощь, искала информацию по поводу фонда. В общем, сидела, залипла в телефон, сидела, все читала, читала, мониторила, смотрела. Единственное, что вечером, это, естественно, все полила, все цветочки, кое-что попересаживала, что мне нужно было пересадить. В общем, я собралась, время летит, я не знаю, как оно так быстро летит, буквально было 9 часов, пока я там посидела, поотвечала на сообщения, поотправляла информацию, которую обещала некоторым людям. В общем, пока посидела в телефоне, уже начало 12-го. На рынок мне, в принципе, не нужно, потому что у нас есть овощи, помидорчики, огурчики. Единственное, что я хочу, это, во-первых, мне нужно купить молоко, потому что у нас закончилось молоко, у Милоши разболелось горло. Не знаю, по какой причине, может, из-за того, что холодное пил, может, ветром просквозило. В общем, разболелось, воспалилось у него горло. Вчера я его отпаивала молоком теплым с медом, с маслом сливочным и с содой. Поэтому надо купить побольше молочка. И плюс еще я хочу посмотреть кофе. Не знаю, какое, турки у меня нет. Но дело в том, что, когда мы были в Гданске, то можно сказать, что два дня мы пили очень вкусный кофе. Мы пили который в таблетках. Ну, там я видео подобавляю, вы увидите, за какое кофе я говорю, с кофемашиной этой. Все такое вкусное, все такое ароматное. Выпьешь чашечку кофе, и ты как-то бодрячком, и прям так ты насытилась этим ароматом, что после этого кофе мне вообще не хочется пить то, которое мы пьем. Мне оно отдает какой-то горечь, какими-то сухофруктами, такое ощущение, что я вообще какой-то песок пью. Ну, то есть мне вообще не нравится это кофе, и я не получаю от него никакого удовольствия. И поскольку кофе стала пить без сахара, ну, иногда могу добавить ложечку сахара, в зависимости от моего желания, как бы желания моего организма, наверное, так правильно сказать, то сейчас мне этот кофе, ну, вообще невкусный, ну, вообще. Поэтому я хочу посмотреть, не знаю, может, что-то куплю. Правда, я вот думаю, если купить заварное, то как мне его без турки. Ну, в общем, молоко, кофе, и самое важное, это купить ягоду, а именно клубнику, потому что туда-сюда сезон закончится, а мы клубники так и не поедим. Не знаю, много ли я куплю или нет, возможно, только килограммчик, чтобы покушать, а возможно, куплю несколько килограмм и заморожу клубнику. Так что поеду съезжу. Клубнику не обязательно мне покупать на рынке, и есть рядом с бедренкой сейчас стоят машины, которые продают клубнику, и они стоят, по-моему, аж до четырех дня. Поэтому в любом случае клубнику я уже Роме не найду. Пойду поищу, где мои котики. Одела сережки, покупала их в Урзуфе. Девочка с арбузиком. Забыла, как зовут девушку, которая художница. Она рисовала целую коллекцию таких различных девочек, мальчиков. Галинская или как-то Гатинская. Ну, в общем, кому интересно, тот в интернете может найти. Одела свои браслеты. Не знаю, что-то мне так захотелось как бы окунуться в эту атмосферу. Вот этот браслетик, кстати, зеленый мне сестричка дарила. Она мне его откуда-то привозила, а вот откуда я вообще не могу сейчас вспомнить. Может, позже вспомню. Ну и как всегда, в своей любимой рубашке, в своих любимых шортах. И мне кажется, ребята, вы меня будете видеть все лето в этой одежде, потому что, я уже говорила, это практично. Постирала 10-5 минут на улице, оно все высохло, это я одела. Я себя чувствую безумно комфортно в этой одежде. Мне не жарко, мне отлично. И плюс, мне кажется, с моей комплекцией, с моими жирами, по-моему, отлично эта рубашка на мне сидит, и она даже скрывает мои недостатки. Вот, поэтому для меня это на данный момент самое удобное, комфортное и приятное к телу и к каваселяду одежда. Так, я пойду, найду своих котиков и поеду. И поеду, и помчусь. Фонтанчик там поливается. Сегодня проснулись в 5 утра. Барсюша, давай домой. У Барсика новое место. Давай домой. Давай, давай. День добрый. Вставай. Барсик. Ну, вставай, мне ехать надо. Давай. Барсюшкин. Давай, пойдем домой. Пошли. Пойдем. У Барсика так ушки болели, но сейчас вроде как получше. Смотрю, что не прижимает ушко. Вчера ему дочистило там все. Тоже боишься чистить? Может, наоборот, знаете, когда чистишь... А нет, телепает ухом. Барсюнь, ну вставай, ну мне ехать надо. Ну давай, Манюнь. Телепает еще ухом. Барсик, вставай. Ладно, ребят, буду я его поднимать. Приехала, ребятушки, я к бедромке. Рынок, как вы видите, уже собирается. Машин вообще практически нет. Ветер, правда, какой-то тут такой поднялся. У нас как-то ветра и не было. Тут я приехала, открываю дверь, и мне ветром уносит дверь машины. Припарковалась, как всегда, под нашим любимым каштанчиком. Ну, хорошо, что пусто, никого нет. Я там посмотрела, что девочка с клубникой стоит, продает клубничку, так что купим клубнику. На рынок, естественно, я не пойду. Там остались вещи. Цветы, я смотрю, собирают. Собирают. И на рынок не нужно, то лучше ехать во второй половине дня. Потому что в первой половине дня можно простоять в очереди больше часа. Серьезно говорю. Поэтому, когда в субботу едешь, то лучше вечером ездить. Да и вообще, тут в Жоромине лучше вечером приезжать за продуктами. Потому что днём может быть много людей. Так, пойду сразу посмотрю, почём клубничка. А потом пойду сниму денежку, потому что у меня налички вообще нет. Я что-то думала, что у меня там что-то есть из налички. Оказывается, я всё потратила. Так. Что у нас тут с клубничкой? День добрый. А или куштуя? Ну, девять. Девять. Топ, что я пеньонзы беру. Так, девять. Была по восемь, сейчас по девять уже. Ну, возьмём по девять ещё делать. Я думала, что вообще будет по семь. Хотя в этом году всё дорого. Я не могу. Пани Маренки ноги может працювать, что? Не могу. Меня раздражают такие поберушки. Каждый день стоит под магазином, побирается каждый день. Ну, реально, ну, просто, я не знаю, детям, ребёнку на едзение говорить. Почём арбуз? Флота девяносто девять. Может, арбузик взять? Каждый день стоит и просит ребёнку. Ребёнку Польша помогает. Если она переселенка, то она точно получает на ребёнка деньги. Если она гражданинка Польши, она тоже получает на ребёнка деньги. Я, вот честно, я даже, когда на Украине жила, я людям как-то вот этим поберушкам не даю деньги. Я могу дать тем, кому действительно кто в беде оказался. Так, что у нас тут с кофем? Ладно, буду выбирать. Для меня сейчас в приоритете это только животное. Так, надо посмотреть. Наверное, какой-то молотый кофе надо брать. Это, я так понимаю, в зёрнах. В общем, буду выбирать, смотреть, что тут можно купить, какое кофе. Хочу что-нибудь вкусненькое. Кстати, напишите в комментариях кофеманы, может, вы знаете, какое кофе можно купить. Но у меня дело в том, что нет турки, но со временем куплю турку. Вот это, по-моему, лавация, очень хороший кофе. Если вам не сложно, напишите мне в комментариях. так, я уже дома накупила клубники. Ой, клубника вообще, вы посмотрите, какая огромная, вкусная, ароматная, обалденно вкусная. Я взяла тут у меня в двух пакетах на 30 злотых. Вкуснейшая клубничка и вся такая сухенькая, нигде не пропавшая, не подвявшая, прям свежачок. Ароматная, не могу мне, я на неё смотрю, у меня слюни декот, съем эту кухничку. Сделала себе кофе, купила ловацию, попробуем. Ну, конечно, я его неправильно готовлю, сильно меня строго не судить, у меня турки нет, я не стала варить, я просто взяла ложку молотого кофе, залила хорошо кипятком, всё размешала и потом добавила молочко. Сейчас попью кофейку, сделаю какие домашние дела и пойду на улицу, кстати, надо крыльцо тоже помыть на улице, усядусь на улице и буду редактировать видео, потому что очень много видео я там поснимала с Гданска, с моря, хочу всё отредактировать, добавить, самой интересно посмотреть, ещё раз, как говорится, насладиться этой природой, морем балтийским, получить эти эмоции положительные, знаете, очень сильно не хватает этих эмоций, смотришь, смотришь все эти видео, все эти новости и хочется иногда посмотреть видео для того, чтобы расслабиться, немножечко разгрузить свои мозги, либо же там поехать куда-нибудь, как-то надо развеяться, понятное дело, что мы никогда не забываем о том, что происходит и понятное дело, что мы всегда об этом думаем, но временами нужно давать своему мозгу отдохнуть, иначе так вообще можно чокнуться просто со всеми событиями, сегодня с Милошем разговаривали, я говорю, каждый раз, когда что-то происходит, кажется, это просто какой-то кошмар, шок, просто на голову не натянешь, что это происходит, сейчас я там воду выключу, когда в Буче масштабно насиловали женщин, женщин беременных, на глазах у родителей, детей, мальчика 12-летнего, как изнасиловали, когда в Ирпене взорвали этот мост, люди на руках несли животных, это какой-то кошмар был, как они там переходили, как людей с ограниченными возможностями переносили на руках волонтеры, ты когда смотришь это все и думаешь, боже, как такое вообще может быть в цивилизованном мире, почему не могут договориться, почему не могут сесть за стол переговоров и решить все вопросы, как такое вообще возможно, почему никто, весь мир молчит, смотрят и молчит, и никто ничего не предпринимает, это такой шок, но с каждым разом все дальше и дальше идет, когда в Мариуполе эти фосфорные бомбы кидали, сжигали просто людей, когда люди сидят во дворе, друг друга хоронят в этом же дворе, им не дают возможности эвакуироваться, они сидят без воды, топят этот снег, и ребенок умирает от безвоживания, ты думаешь, как, как такое возможно, почему все молчат, почему это, и тебе кажется, что это самое страшное, что может произойти, но нет, нет, ребята, как бы мы ни думали о том, что это самое страшное, и надеяться на то, что все этому должен прийти конец, и что больше ничего не может произойти страшнее, все продолжается и продолжается, продолжается и продолжается, и с каждым разом все хуже и хуже, Додбасс, Луганск уже 9 лет, уже 10-й год, как, просто как в тюряге какой-то, Донецке, я имею ввиду, Донбасс, все города в Донбассе тоже постоянно, каждый день под обстрелами, каждый день кто-то умирает, каждый день куда-то что-то прилетает, и как бы не все об этом даже знают, об этом, знаете, это уже как обычная жизнь у многих людей, просто как обычная жизнь, уже к этому относятся все как к должному, это, конечно, ужасно, что я сейчас так говорю, но это действительно, это реалии нашей жизни, и только содрогаются все только тогда, когда происходит что-то такое просто масштабное, что вообще на голову не натянешь, как в Херсоне сейчас, то, что просто затопило все, то, что юг Украины полностью уничтожен, то, что это экологическая катастрофа, ой, господи, это просто ужас, просто какой-то кошмар и ужас, а как забыла, как называется местцовость, где сожгли заживо всех животных в зоопарке, вообще, я честно скажу, вот, все, кто меня смотрят, слушают, если у вас есть животные, и вы там во дворе их там на цепи держите, ребята, не делайте это, я всегда говорила, что собака не для того, чтобы ее привязать, и что она должна сидеть, вы должны, значит, сделать какую-то ограду, какой-то забор, вольер большой, не маленькую клетку, в которой, а большой вольер, в которой она может спокойно перемещаться по всему вольеру, но ни в коем случае не сажать на цепь, ни в коем случае не закрывать животных, не оставляйте их, ни в коем случае, ведь, ну, как бы я не знаю, как можно оставить свое животное, но это вообще, ну, как бы просто ужас, и по поводу всех этих дельфинарий, все эти зоопарки, цирки, я всегда была против, потому что, мне кажется, там животные, они мучаются, вот реально мучаются, есть, конечно, такие зоопарки, где берут животных, особенно там диких животных, которым должны как бы как помочь, да, в дикой природе это животное не выживет, ну, например, там что-то случилось, там в аварию попало животное, либо где-то там залез этот енотик, бурундучок, или еще кто-то там лапку повредил, то есть, вот такого плана, когда забирают животных, и при этом их лечат, дают им помощь какую-то, такого плана еще как бы куда ни шло, ну, когда как бы вот это специально организовывают эти зоопарки, что просто люди пришли, посмотрели, как они там сидят в этих клетках, мучаются, я против этого, против, и как видите, это никогда до хорошего не доводит, если не дай бог происходит вот такая ситуация, как в Херсоне, то получается просто все животные были обречены на смерть, опять же, здесь я скажу еще кое-что по поводу украинской власти, меня просто выбешивает и выводит тот факт, что никто не предпринял еще ранее какие-либо действия по поводу эвакуации людей, по поводу эвакуации животных, война идет уже второй год, мы видим, что орки ни перед чем не останавливается, что Путлер никто его не останавливает, никто никак не действует, весь мир просто наблюдает за этой войной, наблюдает за этим терроризмом и убийством, и я не понимаю украинскую власть, на что они рассчитывали, они прекрасно знают о том, что большая часть Херсона оккупирована, они прекрасно знали про то, что дамба это Каховская оккупированная, и можно было логически додуматься, что враг может так поступить, и что враг может взорвать эту дамбу, поэтому нужно было как бы смотреть на несколько шагов вперед, и предвидеть такую ситуацию, предвидеть такую катастрофу, и если бы сделали эвакуацию людей, животных намного раньше, то возможно бы Украина бы не понесла такой ущерб, и возможно бы не было бы столько смертей, я согласна, что многие люди бы отказались эвакуироваться, и что многие просто бы сказали, да, не, мы будем сидеть ждать, пока, как говорится, петух жареный в попу не клюнет, многие так и делают, как бы люди, но животных-то можно было эвакуировать, животных-то можно было вывести даже в другие страны, то есть почему как бы все сидели сложа руки и не сделали это вовремя, а сейчас получается, что эти волонтеры, они туда-сюда, 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 они как бы и могут помочь, могут спасти, но время идет на секунды, просто-напросто животное, оно даже если и плавает, даже если оно где-то там зацепилось за какую-то дверь, на крышу залезло или еще что-то, не факт, что оно сможет выжить, потому что пока волонтеры его заберут, оно может просто замерзнуть, вода-то холодная, там их забирают, они все трусятся, там эти свиньи на крыше стоят, они просто синие уже, синие, от того, что они уже замерзли в этой воде, на минуточку еще, это еще лето, понимаете, а если бы это случилось, когда холодно было, то есть я вот вообще не понимаю, как бы правительство украинское в том плане, что почему как бы не посмотреть, не быть проактивными и предвидеть какие-то шаги и сделать хотя бы какой-то шаг к тому, чтобы уменьшить масштабность пострадавших, вот что я хотела сказать, высказалась, короче, постоянно, одно и то же в голове, ладно, пью кофеек и надо покормить Милоша, редактирую видео, на этом я, наверное, сегодня с вами попрощаюсь, ну, может быть, что-то поснимаю еще, ну, хотя навряд ли, я просто в обеденное время ничего не буду делать на улице, займусь сейчас редактированием, монтированием, а потом уже вечером займусь двором, ну, что-то потихонечку надо во дворе делать, мне, кстати, надо петуньи почистить, а то они у меня совсем там уже давно их не чистила, тут мои котки лежат, один спит, другой сидит, где-то никогда на стульчике не сидишь, у Барсика, кстати, пупу-пупу, чтоб не сглазить уже получше с ушком, идти ложись на солнышке, полежи, не хочешь? Масечки мои, ой, мои масечки любимые, мои солнышки, мои солнышки, мои деточки сладкие, вот как их можно оставлять, как их можно, Бонь, ты что, ветер сильный, кстати, Жеромина приехала, у нас тоже ветер поднялся сильный, ты чего, трусиска ты наш, ты наш трусиска, зайка серенький, трусишка, ой, Артензия наша красоточка, она мне так нравится, такой цвет приятный, очень нравится, вот в следующем году еще куплю, а может и в этом году еще куплю, посмотрим, петуни надо почистить, а то, видите, вот это все надо снимать, чем больше ее так дергаешь, чем больше это все снимаешь, тем она становится пышнее, красивее, и дольше будет давать цветочки, поэтому надо все это сделать, а за клубничку, я не помню, говорила или нет, короче, пускает она у меня усы, и нет никаких ягодок, ничего нет, в общем, что я сделала, я вчера полностью ее почистила, поснимала листочки, а тут что-то поломанное, надо убрать, это поломанное, поснимала сухие листочки, и посрезала усики, вот тут один усик у меня, видите, он сам тут прилег, и прирос, вот так вот, и я все эти усики посрезала, вот такие вот отросточки, которые были на усиках, я их посрезала, и вот там у меня стоят вот эти кассеты для растений, я их туда повтыкивала, посадила, не знаю, вырастут, не вырастут, в любом случае посмотрим, что из этого получится, как бы выкидывать не хочется, там маленькие росточки посадила в такую кассету для рассады, а здесь более такие крупненькие посадила, а фонтанчик надо нам, а что он утонул, где фонтанчик делся, а, он в другом ведре, ой, ой, надо на солнышко поставить его, тут что-то застряло в нем, какой-то мусор, надо поставить на солнышко, ой, красота, все, ребятушки, всем хорошего настроения, и до новых встреч на моем канале, папа, пузячики, запахи, дар и ну в до этого, вы ориентир suddenly например, можно с вместе с которого к ahead